Кандидат социологических наук, профессор факультета политических наук и социологии Европейского университета Михаил Соколов. Я провел некоторое время, когда отвлекался от предыдущего захватывающего доклада, чтобы подумать, какой бы плавный переход от одного к другому, от космических полетов Ирака провести к государствам. Но ничего особенного не придумал, кроме того, что технический прогресс невозможен в догосударственных обществах. И хорошо работающее государство – это единственная структура, которая может обеспечить отправку космических кораблей. С другой стороны, плохо работающее государство, более смертоносно, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, чем любого свойства эпидемия, как мы знаем из истории XX века. А прежде всего, говоря о государствах, надо иметь в виду, что в ходу есть два их определения или два их понимания. Причем очень часто те, кто их использует, не вполне проводят границу между ними. И дальше я скажу несколько слов о том, почему эта ошибка очень естественная, но при этом очень опасная вещь. Итак, если мы спросим кого-нибудь, какого-нибудь эксперта или самих себя, что такое государство, нам придут в голову два ответа. Один будет широкий, второй будет гораздо более узкий и специфичный. И в словарях их можно найти, и в обыденной речи, в каком-то своем здравом смысле тоже. Итак, широкое определение гласит, что государство есть политическая система, любая политическая система, то есть форма организации, простирающаяся за пределы биологической семьи, в которой одни люди принимают решения за других и еще обладают возможностью заставить их эти решения выполнить. В биологической семье есть подвох. В разных обществах есть разное понимание того, где, собственно, заканчивается биологическая семья. Общество с разветвленной родственной структурой предполагает, что какие-нибудь внучатые племянники в третьем колене – это очень даже близкие родственники. Общество высоко атомизированное, вроде нашего городского, наоборот, предполагает, что это практически не родственники вовсе. Но везде есть какой-то предел, за которым прямое родство заканчивается, а дальше начинается что-то еще. И государство – это форма организации, которая из людей, не связанных вот этими вот исходными родственными узами, собирает один механизм или одно корпоративное целое. Понять, что государство существует, можно даже там, где не осталось никаких письменных свидетельств об этом. Например, вот по таким археологическим находкам. Это царский курган в северном Китае, в области, о котором мы подозреваем, что там было царство во втором или третьем тысячелетии нашей эры, как где-то в бронзовом веке. Ничего мы о них не знаем, кроме того, что они ставили вот такие курганы. А мы можем задаться вопросом, может быть, что следует из-за того, что они курганы построили? Значит ли это, что там действительно кто-то за кого-то принимал решение и заставлял их эти решения выполнять? Ну, можно предположить, что люди по собственной инициативе бросили свое хозяйство, отправились засыпать землей любимого вождя, видимо, провели несколько месяцев, и, возможно, умерли следующей зимой, но курган построили. Но что-то подсказывает нам, что, возможно, они делали это вовсе не по своей воле. И даже если они делали это по своей воле и по собственному энтузиазму, для того, чтобы они сорганизовались, распределили работу, не мешали друг другу, должен быть кто-то, кто руководил всем этим строительством. Бронзовый век оставляет очень много таких археологических находок. Они в виде курганов или в виде валов, каких-то крепостных сооружений, простираются от Японии до Ирландии. И за ними, мы предполагаем, стоит государство в каком-то более широком смысле. Второе определение, то, которое мы можем найти тоже в словарях, и, может быть, даже чаще найти в словарях, часто оно дается ссылкой на социологического классика Макса Вебера, гласит оно, что государство есть институт, монополизирующий применение насилия на определенной территории. А в действительности это определение изобрел не Вебер, оно было до него, но Вебер действительно оформил его, положил его в центр историко-социологической теории, и известно оно теперь благодаря ему и по ассоциации с его именем. Такое государство характеризуется несколькими чертами, по большому счету для нас настолько привычными, что мы не задумываемся о том, что, вероятно, другие государства были не совсем такими. Итак, государство характеризуется суверенным контролем над определенной территорией, оно является высшим и финальным авторитетом в том, что на этой территории произойдет, причем эта территория заканчивается и начинается с территории какого-то другого государства. Есть определенные зоны типа Антарктиды, которые не покрыты ни одним государством, но по умолчанию большая часть населенной людьми, постоянной населенной людьми Земли должна какому-то государству принадлежать. И никакая территория не может принадлежать двум государствам сразу. Могут сложиться противоречивые, какие-то противоречащие друг другу территориальные претензии, но это обозначает потенциальную угрозу военного конфликта и необходимость вмешательства, чтобы как-нибудь это отрегулировать. А централизация военного командования в современном государстве должен быть главнокомандующий, обычно глава государства, которому принадлежит финальное решение, например, не напасть ли на соседнюю страну. Если там есть несколько главнокомандующих, могущих принять независимое решение, мы говорим, что государство, скорее всего, дезинтегрировано и не способно функционировать как полноценное государство. Единственное законодательство и проводимое политики. В государствах с высоким уровнем федерализма допускаются определенные вариации, например, североамериканские штаты имеют довольно-таки прилично различающееся законодательство друг с другом, но мы все-таки предполагаем, что чтобы это оставалось одним государством, это законодательство не должно противоречить друг другу слишком сильно. В ситуации, когда в одном штате разрешено многоженство, а в другом охотятся на ведьм, а в третьем ни того, ни другого нельзя, мы говорим, что это государство, возможно, слишком уж дезинтегрировано между собой, что оно лишено какой бы то ни было общности в плане ценностей, и, вероятно, не может вырабатывать никакую общую политику. Никакая коллективная воля у людей настолько разных не может проявиться. Это подразумевает следующий критерий наличия нации, от имени которой выступает государство. Любая современная конституция начинается с того, что Х является государством народа Х. А государство – это инструмент народа. Оно действует от имени народа, оно должно поддерживать народом какую-то связь. Тут мы знаем, что в принципе государство может потерять в качестве государственного аппарата связь со своим народом, но внутренне думаем, что это неправильно. Такое государство не очень хорошее государство. Ни один тоталитарный режим в 20 веке или авторитарный режим в 20 веке не утверждал, что, за исключением, может быть, некоторых теократий, но вот оставляя в стороне не совсем европейские случаи, точно ни один европейский режим или относительный европейский режим не утверждал, что государство в нем действует не от имени своего народа. А любой режим проводил референдум. Советский Союз проводил голосование, нацистская Германия проводила плебисциты. Никто не отказывался от какой-то формы волеизъявления. Она могла быть сколько угодно декоративной, но она всегда присутствовала. И даже там, где не было волеизъявления, утверждалось, что вошь состоит какой-то другой интимной ментальной связи с массой. По какой-то причине он желание этой массы понимает еще до того, как сама масса их осмыслила, но связь с массой она не обязательно присутствовала. Следствием этого является лояльность и преданность граждан, на которые государство вправе рассчитывать. Раз государство существует для их блага, раз оно существует для того, чтобы отстаивать их ценности и ценности таких людей, как они, оно может потребовать от них что-то взамен. Например, идти сражаться, отдать родине свой долг в той или иной форме. Если нет предыдущего пункта, тогда лояльность и преданность становятся под вопрос и, может быть, оправданным оказывается какое-то противодействие государству в форме восстания. А то, что я пропустил, это финансирование с помощью регулярного налогообложения. Очень важная историческая деталь. Спонтанно или неосознанно мы всегда очень склонны к тому, чтобы путать широкое и узкое определение. Мы постоянно судим прошлое с позиции нашего сегодняшнего дня. Что в данном случае значит, что мы интуитивно путаем более широкое определение государства и более узкое, которое знакомо нам сегодня, и предполагаем, что люди в прошлом должны были иметь ровно такое государство, какое имеем мы, более-менее имеем. А если они его не имели, то это было их пороком, или их недостатком, или признаком их недоразвитости. Если бы они были настолько же умны и образованы, как мы, у них бы точно было ровно такое государство. Первое о том, что я сказал, это спонтанная проекция, которая получается, собственно, неизбежно получается, когда мы на не очень известную нам реальность, в этой не очень известной реальности пытаемся разобраться. Первая наша догадка – это то, что в принципе в этой реальности все обстоит в точности, как оно обстоит в знакомой нам реальности. Это вполне оправданная догадка. Если исходить из обратного, все не так, как нам известно, мы вообще никогда не разберемся. Как первая догадка – это оправданно. Но когда мы в ней слишком упорствуем, а мы часто в ней упорствуем, или когда перестаем отдавать себя отчет, что это догадка, мы делаем ошибки, проецируя на людей в прошлом соображения, идеалы, ценности, которые вовсе им не были свойственны. Вторая проблема с определениями из тенденции или с привычкой судить прошлое с позиции настоящего получила в исторической литературе название вегизма. А, наверное, много кому встречавшиеся. Вегизм означает склонность видеть в прошлом некий пролог к настоящему. Вот у Аристотеля есть понятие интеллехия, чрезвычайно темное и любимый предмет споров историков и философии на протяжении многих поколений, но, видимо, означающая потенциал или силу, которая толкает любой объект в направлении ее потенциального развития. Энтеллехия, заложенная в зернышке, толкает его в сторону дерева. И когда Аристотель спрашивает себя, а что превращает зернышко в дерево, его ответ такой, что есть сила, которая как бы тянет его к своему будущему. А вегизм в истории – это склонность думать, что прошлое было средством достижения настоящего, что наше нынешнее настоящее – это то, к чему все шло. Если мы не можем от тех ранних людей, которые строили курганы, до нашей нынешнего состояния провести прямую, это потому, что в какой-то момент они заблудились на этом пути. Они пошли назад, они сбились с этого пути, они пошли в сторону, но потом они все-таки вышли на этот путь. Они хотели стать такими же, как мы, только не знали, как. А по умолчанию мы предполагаем, что мы являемся концом истории. Ну вот пример классического вегизма, которым полемизировал автор Теремена, была склонность писать историю Англии как историю становления буржуазной демократии. Все, что было прежде, было историей подготовки к тому, чтобы, наконец, возникла буржуазная демократия. А вегизм обнаруживает свою порочность, когда все меняется. Если бы в Англии случилась коммунистическая революция, то с литературой, которая говорила, что вся шла к буржуазной демократии, что-нибудь пришлось бы делать. Или другой пример об уже упомянутом мной персонаже. Макс Вебер ставил на протяжении значительной части своей жизни перед собой один очень важный вопрос. Это почему современное государство, капиталистическая экономика и вообще современное общество возникло не в Китае, а в Европе. Хотя есть очень много причин, почему именно Китай должен был быть безусловным экономическим и политическим лидером и занять, например, в плане колонизации земного шара то место, которое Европа занимала. Ну вот, это популярная очень тема. Действительно, если бы кто-то принимал ставки на то, кто будет гегемоном в 20-м или 21-м веке, то политические аналитики 18-го века, а 17-го, еще больше 16-го или 15-го, безусловно, ставили бы на Китай. Потом вдруг почему-то Китай не становится ядром мира и системы, а Европа становится. И вот Вебер задается вопросом о том, в чем же дело. Если бы Вебер жил в начале 21-го века, он, возможно, вообще не считал бы это загадкой. Возможно, для Макса Вебера в 21-м веке, особенно в конце 21-го века как раз история возвышения Европы будет временной аберрацией. До того все шло господство Китая, и потом, наконец, восторжествовал Китай. Но была аберрация лет в 200-300. Целью исторической науки, какой она себя видит с начала 19-го века, по крайней мере, заключается в том, чтобы написать историю, которая не была бы вегистской, которая минимально опиралась бы на суждение нашего нынешнего дня о том, что правильно в оценке или в понимании прежних эпох. Первый тип проекции особенно хорошо видна нам, когда мы пытаемся, когда именем дело с произведениями, в которых автор пытается реконструировать прошлое. Особенно если эти авторы не профессиональные историки, не находящиеся в авангарде сегодняшних знаний о том, какое это прошлое было. Исторические романы или сказочная фантастика, где обычно существует квазисредневековый мир, она очень хорошо к этому располагает. Чтобы понять, могу ли я использовать этот слайд, я попрошу, будем считать, что присутствующие это репрезентативная выборка неприсутствующих, я попрошу поднять руки тех, у кого такой же дурной вкус, как у меня, и кто знает, что такое «Игра престолов». Ура! Я встретил значительную поддержку. Так вот, Джордж Мартин, автор «Игры престолов», превозносится во многом за то, что он преуспел в том, что пыталось много авторов фэнтези до него, но он, кажется, преуспел гораздо больше остальных. Он написал не сентиментальное историческое фэнтези. До того историческое фэнтези обычно пишут люди типа профессора Толкина, которые думают, что все пошло не так, а люди в прошлом, это очень забавный такой вот выворот вегизма, люди в прошлом были ровно такими, какими мы сегодня мечтали бы быть. Когда мы думаем, что люди в прошлом воплотили наш сегодняшний идеал. Потом, вот, например, когда мы говорим, что нам нужно учиться патриотизму у своих предков. Чуть дальше я объясню, почему крайне маловероятно, что патриотизму в нашем сегодняшнем смысле мы можем научиться у наших предков. Им, видимо, было совершенно незнакомо это чувство. Но вот мы очень легко проецируем на них этот самый идеал. Мы говорим, что они защищали свою родину, нам надо как раз у них учиться этому. И профессор Толкин и много-много авторов фэнтези первой волны были как раз такими ностальгическими людьми, которые в очень многом на это прошлое свой сегодняшний идеал проецировали. Толкин был одним, безусловно, из лучших, потому что он был историком-медиавистом, и его представления о Средневековье были гораздо менее искажены, чем у многих из тех, кто пытался написать псевдо-средневековый мир после него. Так вот, Мартин пытается написать историю Средневековья, которая абсолютно не сентиментальна, в которой фэнтезийные сюжеты помещены в мир, похожий на мир реального Средневековья. За модель он более-менее берет Англию времен войны Рост, то есть вторая половина XV века. Во многом он преуспевает. То есть действительно атмосферу ужаса поздней средневековой войны, эпохи бастардного федализма он передает, безусловно, очень хорошо. Но какие-то вещи совершенно выскальзывают из его поля зрения. Например, такая проблема, которая связана как раз с развитием и становлением государства. Есть такой британский исторический социолог Майкл Манн, известный очень толстой книгой, из которой прежде всего современники восприняли одну оппозицию или одну дистинкцию. Дистинкцию между деспотической и инфраструктурной властью. Манн говорит, что любое государство политическая система, то есть в ней организована власть, но эти системы можно классифицировать по тому, какого рода власть в ней преобладает. Деспотическая власть подразумевает возможность правителя отдать любой приказ и ожидать, что этому приказу не будет встречи на сопротивление. инфраструктура, инфраструктурная власть это возможность действительно заставить людей свой приказ выполнить. Если мы возьмем Ивана Грозного, то Иван Грозный мог запросто отдать приказ посадить любого из бояр, который забрел в опричную слободу, на бочку с порохом и ту самую бочку с порохом взорвать. Про бочку с порохом кажется, он не доходил до таких экспериментов, а вот что с колокольни сбрасывали в Александровской слободе, безусловно, доходил. Его деспотическая власть была огромной. Но мог ли Иван Грозный собрать со своей стороны налоги? Нет. Он не мог собрать налогов. Одно из отличий до современных государств от современных, центральное правительство не питается налогами, которым оно облагает всех граждан. Это было просто невозможное предприятие. Во дворе, при дворе у Ивана Грозного может обнаружиться 50 грамотных людей, которых он может отправить в качестве переписчиков. Но пока они объедут всю Русь Великую, составят перепись, соберут налоги, добьются того, чтобы этих налогов не уклонялись, им придется перевести, научить себя огромное количество помощников писцов, извести бесконечное количество бумаги, провести годы как-то интегрировать эти финансовые ведомости, и обойдется это предприятие видимо гораздо дороже, чем сумма налогов, которую государство могло бы собрать. Налоги в нормальном средневековом государстве устроены абсолютно не так, а вот какие-то налоги, которые можно было побложить всю страну, они совершенно иллюзорны. Такие налоги собирают структуры, которые действительно близки к локальным сообществам. Самоуправляемый город может собрать эти самые налоги со своих граждан, потому что они более-менее наведут друг у друга. Церковь может собрать десятину, хотя с грехом пополам, но вот центральное правительство со своих владений точно эти налоги собрать не в домене короля, вообще говоря, не являются его владениями. Они являются владениями вассалов. И если кто-то получает оброк, то это получают местные рыцари или бароны, а с королем они не делятся. Королю они обязаны военную службу, но ничего более они не обязаны. Зная все это, для того, чтобы король мог собрать какие-то налоги или мобилизовать какие-то ресурсы, ему нужно содействие всех этих людей. Он не может послать своих чиновников из Москвы или из Лондона или Парижа или любого другого центра, чтобы они напрямую взаимодействовали с населением. Нужно много передаточных ремней или каких-то промежуточных структур. У королей есть его вассалы, у вассалов есть их вассалы. Король может мобилизовать ресурс, например, в виде армии, но делает он в следующей форме. Он обращается к своим вассалам, требует явиться в назначенный срок вместе со своей армией. Они уже собирают подвассалы его вассалов аброкс-крестьян, частью его поедают, частью им делятся и платят за доспехи, вставляют в провиантам свой маленький отряд, собирают все эти отряды вместе, едут воевать. Напрямую король не может собрать армию. Напрямую король не может управлять крупным городом. И для того, чтобы осуществлять такое управление, это на некоторой иронии и противоречия нашим обыденным представлением о Средневековье, но королю нужен парламент. Нужно, чтобы эти люди собирались все вместе, чтобы он мог озвучить им свои планы, а они в некотором роде дали на них добро. Все эти соображения совершенно выскальзывают из ума Джорджа Мартина, когда он пишет свою фэнтезийную эпопею. Бессознательно он проецирует на Вестера какую-то диктатуру XX века. Даже если он очень хочет от этого уйти, он все равно ее проецирует. Типичные средневековые вопросы были бы, как Ланнистерам удалось стать такими богатыми. Те, кто помнит эту карту, знают, что Ланнистеры обитают где-то вот здесь, с Крайнего Запада. А теперь объясните, каким образом они стали самым богатым домом Средневековья. В этом мире, где все поделено между вассалами, есть одна одушина, которая стоит за постепенным подъемом королевской власти. Королевская власть контролирует важнейшие пути, поскольку король есть исходный владелец домена, ему принадлежат все земли, которые не принадлежат кому-то до него, ему принадлежат границы и торговые пути. Над ними обладает известной властью, которая шире, чем власть любого вассалов. Но ланнистеры живут в той части континентов, в которой нет никаких торговых путей. Они могли бы контролировать торговые пути с севера, но, во-первых, север абсолютно пустынный, во-вторых, по дороге на этих путях обитают профессиональные морские пираты, и никакая торговля здесь, видимо, невозможна. Аргумент о том, что они рационально ведут хозяйство, совершенно бессмысленно. Во-первых, король никогда не вел бы рациональное хозяйство или какой-нибудь монарш и дом не вел бы хозяйство, а во-вторых, даже если их земли плодородны, то, скорее всего, доходы от них получают вассалы. В Средневековье самые богатые королевства, в смысле, обладающие плодородными землями, участие оказывали самыми децентрализованными, потому что король был наиболее слаб. Мы задаем вопросы сейчас? Нет? Хорошо, ладно. Тогда вопросы потом. Следующий вопрос, кто управляет Королевской Гаванью? Есть огромный город, который изображен, как если бы в нем было несколько десятков тысяч населения, но в Средневековье никто не мог управлять городом напрямую. Это неизбежно были какие-то промежуточные структуры, улицы объединялись в районы, районы объединялись в концы, вот каким-то образом все эти люди, управляемые гильдиями, территориальными объединениями, добивались того, что собирались налоги на то, чтобы прокладывать водопровод, чтобы отводить мусор, чтобы наказывать тех, кто выплескивает помои на улице, чтобы реконструировать стены, но для этого нужны были бы гильдии и нужен был бургомистр, городской совет. В Королевской Гавани нет ничего такого. И, наконец, вопрос по тому, как короли Вестероса обходились без парламента, в то время как во второй половине XV века в некоторой форме парламент обязательно присутствует. Даже московские которые продвинулись гораздо дальше по направлению к становлению деспотической власти, они не обходятся во времена Ивана Грозного без соборов. А то, к чему я подводил, в 1400 году ни одно государство не было государством современного типа, даже приблизительно. Мы по дефолту проецируем на них какие-то структуры нашего государства. Например, мы знаем, что там был король и предполагаем, что это были похожи на диктатуру XX века, но они, упаси бог, не были похожи на диктатуру XX века. Они были закончены в свою роду очень гармонической структурой, не имеющими, однако, никаких или имеющие, но довольно неожиданные параллели в современном мире. Как было устроено средневековое государство? Есть книжка Марка Блока про средневековое общество еще 30-х годов, во многом устаревшая, но при этом передающая какую-то основную идею, которая корректировалась, но целиком не перечеркивалась. Предшественником современного государства, которое я писал, государство, народа какой-то страны, собирающего налоги, централизованного и так далее, и тому подобное, является феодализм. В центре феодализма как политической организации лежит факт построенности на отношениях личной зависимости и персональных обязательств. Феодализм это не структура, в которой кто-то лоялен суверенному государству, потому что государство как легальная фикция, как что-то отличное от индивидов не имеет никакого смысла. Наше слово «держава раннего происхождения», но если мы посмотрим на его историю, мы слышим, что держава исходно первые столетия употребляется обычно в форме «твоя держава», в смысле «твое держание». Король от Бога держит территорию своего королевства, от короля какие-то земли держат его крупные вассалы. Эти вассалы могут передать что-то в держание другим вассалам. Но это всегда личный не дар, а скорее некоторое личное суда этой земли, которое выдается в обмен за службу. личное обязательство средневековый человек несет не перед королевством, он несет их перед королем. И он несет их перед династией, он несет их перед своим над вассалом, над сеньором, под вассалом короля, он несет их перед кем-то находится выше вот в этой цепочке лестницы, но фикция типа Франции или Британии, или какой-то страны, в которой он верен в первую очередь, в этот момент еще не появляется. Если мы посмотрим внимательно на то, что кажется нам проявлениями средневекового патриотизма, что мы воспринимаем как проявления средневекового патриотизма, они оказываются таким родом. Вспомним, например, Жанну Дарк, образ, на который нашу идею любви к родине очень удачно проецировать, и французы на протяжении последних столетий регулярно это делают. Жанна Дарк, символ Франции, когда национальный фронт, очень патриотическая организация хочет собрать где-то митинг, оно собирается у памятника, он собирается у памятника Жанны Дарк. Разумеется, но если мы посмотрим на то, что именно говорит Жанна Дарк, она говорит следующее, она приехала ко двору, чтобы короновать короля в Реймсе, вернув ему узурпированное наследие и изгнать из этого самого наследия англичан. Здесь есть еще ни слова о франце. Здесь есть речь о том, чтобы восстановить права династии на определенную территорию. В некотором смысле понимание этой территории похоже на наше понимание какой-то очень приземленной собственности. Вот у кого-то есть собственность семейная, эту собственность могут отнять, справедливо будет вернуть ее законному владельцу. Все так, но никакого идеи о том, что люди, которые возвращают собственность владельцу в лояльной собственности, еще разумеется нет. кроме того, границы этой собственности регулярно меняются и они воспринимаются как неизменные. Для нас сегодня изменение границ государства это в некотором смысле экстраординарное явление. Должна случиться война, аннексия, референдум, вот что-нибудь такое должно произойти для того, чтобы государственные границы изменились. В Средневековье это происходит довольно регулярно просто потому, что это почти неизбежное следствие передачи этой собственности по наследству. Если у монарха нет сыновей, есть только дочери, неизбежно домен перейдет в чьи-то руки, потому что никак иначе не удастся его пристроить дальше после того, как сам монарх умирает. И в этом смысле изменение карты, вот вернувшись на секунду назад, как видите, это очень фрагментированное по сравнению с нашей картой. Здесь огромное количество маленьких государств, которые потом слились. Обычно они сливаются в результате каких-то больших брачных уний. Вот здесь, например, есть Кастилия и Арагон, которые объединяются в результате брака католических монархов и с тех пор образуют единую страну, потому что их дети эту страну уже не выпускают. Вот там есть Речь Посполитая и Великое Княжество Литовское, которые тоже объединяются как личная уния, а потом передается по наследству некоторое время как общее государственное объединение. А другие, и наоборот меняют владельцев несколько раз. Вот Габсбурги, которые возникнут в следующее столетие, будут раскиданы по значительному части Европы и в разные моменты это территориальное образование будет иметь совершенно разные формы. Каждое десятилетие оно меняется, так что если показывать десятилетие, это будет выглядеть как мультфильм. Это не воспринимается как противоестественная вещь или как странная вещь. В конце концов городские квартиры в старых домах примерно так же эту самую владельцев выменяют. Чего еще нет или что там еще есть? Нет регулярных армий. Первые регулярные армии появляются, какие-то наброски регулярной армии появляются в позднем 15 веке, а массовыми они становятся только в позднем 17. Есть личные дружины, но личные дружины есть у каждого крупного феодала. Армия короля состоит из личных дружин его вассалов. Говорить о том, что в этой системе есть централизованное управление сложно, то есть там как бы есть назначенный конетабли или маршал, который как бы руководит генеральным сражением, но обычно эти отряды сражаются каждый за себя. Харизматический вождь типа Карла Великого или Карла Смелого про Карла Смелого мы знаем, потому что у нас остались диспозиции перед сражениями, может добиться некоторой степени организации, но в принципе средневековое сражение очень беспорядочно. Каждый из этих отрядов наступает совершенно по-своему и слушается каждой нет налогов, про это я говорил, король живет со своего домена в классическом феодализме плюс обложение, прежде всего обложение внешней торговли. Подъем королевской власти связан с оживлением внешней торговли в первую очередь. Нет уникального суверенитета, потому что в некотором роде у каждой земли много суверенов, которые обладают пересекающимися правами. Юрисдикции множественные, есть местные обычаи, которые никому в голову не приходится вести в одну конституцию. Когда король вступает во владение, он обычно раздает грамоты своим вольным городам или каким-то зависимым территориям, в которых утверждается, что он будет судить их в соответствии с их обычаями. То, что эти обычаи несовместимы, не отражают общности ценностей, никого совершенно не волнует. Нет идеи управления от имени во благо народа. Есть божественное право короля, который получил эту землю. Есть договорные отношения с его вассалами. В некотором роде средневековое мышление гораздо более легалистское, чем наше сегодняшнее мышление. Есть договор между сеньором и вассалом. Если король не выполняет свою часть этого договора, вассал имеет право не выполнять свои обязательства. Но никаких представлений о том, что король существует для блага его вассалов, а тем более для блага несвободного населения, безусловно, нет. И, наконец, нет патриотизма, я про это говорил, за пределами личной или династической лояльности. Можно быть лояльным, нужно быть лояльным своего сеньору. Можно ли быть лояльным государству, которое в некотором роде автономно и выше своего сеньора. Идея о том, что царь есть слуга Отечества, как Петр Великий или кто-то за Петра Великого сформулировал в начале XVIII века, она начнет пробиваться где-то в возрождении, но по-настоящему его политическое влияние ощутится только в XVII веке, и то довольно избирательно. Патриотизма в этой системе тоже нет, потому что, во-первых, потому что его эффективно заменяет личная лояльность, а во-вторых, потому что очень сложно любить соседей по коммунальной квартире. А эти территории, которые Габсбурги сегодня объединили, они завтра растеряют их, и они завтра их разъединят. Думать о том, что империя Габсбургов может обладать каким-то общим гражданским чувством, ну, по меньшей мере, смело и неожиданно. И самим Габсбургам эта мысль в голову не приходила. А что случилось дальше? Как произошло вначале грандиозная централизация, когда появился единый двор, единая страна с едиными границами, относительно устойчивыми, и единой армией, и одним властным центром. А потом в этом властном центре перестал быть король, а его место каким-то образом занял народ. есть несколько теорий на этот счет, я назову три, наверное, и те очень быстро. Одна принадлежит Чарджу Тилле. Она замечательна простотой формулировки. Тилле умудрился 30 лет своего труда или 40 лет своего труда уместить в короткую статью, вот, которая названа наверху, она благо доступна в PDF-е, называется государственное строительство и ведение войны как организованная преступность, в которой есть одна идея. Понять природу истоки государств и логику функционирования можно, если мы посмотрим на историю нормальной преступной группировки. Представьте себе, вернемся мысленно в 90-е годы, есть бандиты, которые кочуют от одной жертвы к другой, ну вот такие обычные ракетиры, отнимают все, что можно, опускаются до грабежа. В эпоху великого переселения народов мы находим огромное количество таких групп. Потом одна из этих групп открывает для себя интересную вещь. Можно вместо того, чтобы урвать и убежать, урвать чуть меньше и остаться. И вместо того, чтобы отбирать все, оставлять что-то для того, чтобы жертва могла скопить следующий запас, когда бандит придет за ней. Это переход от состояния кочующего бандита к стационарному. Кочующий бандит, вот как раз это такой кочующий хищник, стационарный бандит обитает в одном месте. Например, грабит купцов на пороге. А потом приходит мысль, что купцов можно на волоке не совсем грабить, тем более самих не убивать, а грабить только в некоторых разумных пределах. Следующая идея, которая приходит варягу в голову, заключается в следующем. Если купца ограбят до или после, он не сможет его ограбить. Раньше он думал только о том, чтобы иметь возможность ограбить купца в разумных пределах дважды. Дальше он внезапно понимает, что купца не просто нужно грабить полностью, его еще нужно защищать. Потому что если Хазар и Печенег или кто-нибудь еще пересечет Днепровский путь до него, то купцы не вернутся, а если они пересекут путь так, что они еще до Киева не доберутся, вот никакого грабежа здесь не получится. И бандит соображает, что он должен защищать своих дойных от других ровно таких же бандитов. Бандиты предлагают свои услуги, защиты, некоторые из них делают добросовестнее, чем другие, некоторые из них защищаемые вполне довольны. В какой-то момент концепция бандита тоже может поменяться. Раньше он видел себя хищником, а теперь он видит себя отцом, родным и защитником. Он получает этой защиты гораздо больше, чем остается ее объекту, но это все-таки объекту гораздо лучше, чем если бы хищник никак не участвовал. Общество разделено на статусную группу хищников и статусную группу жертв. Хищники вроде как заботятся о жертвах и, пожалуй, действительно заботятся в той мере в какой-то их экономических интересах. Система существует вполне стабильно, пока не появляется оно, огнестрельное оружие. Огнестрельное оружие стирает границу между профессиональными хищниками и профессиональными жертвами. Поскольку, если прежде для того, чтобы быть успешным хищником, нужно было готовиться к этому всю жизнь, для того, чтобы хорошо научиться ездить на лошади и фехтовать доспехах, нужно начинать это делать до 6 или до 7 лет, как утверждает средневековая мудрость. После уже будет все не то. Да и нет ни у кого, кроме наследственных хищников, ни денег на доспехи, ни самих доспехов, вообще ни лошади, ничего нет. Поэтому эта граница пересекается, но пересекается довольно редко. Все меняется, когда появляется огнестрельное оружие. Особенно раннее огнестрельное оружие, из которого бессмысленно уметь стрелять, потому что оно все равно настолько неточно, что целься или не целься, а разницы не будет. Но даже это не очень неточно, это оружие достаточно эффективно, чтобы доспехи от него не спасали. И тут оказывается, что вчерашний крестьянин, сбежавший, где-то раздобывший пищаль, не менее эффективен на поле боя или немногим менее эффективен на поле боя, нежели рыцарь, которого учили сражаться с детства. Это очень сильно меняет, в конечном счете говорит Тиль, потому что вначале побеждает самый богатый, король, контролирующий живые деньги в виде денежных потоков, текущих по путям, торговым путям, получает значительное преимущество. Это преимущество выражается в том, что у него есть ресурс, который можно платить наемникам. Он берет малообученных людей, снабжает их нестрельным оружием, снабжает порохом, отправляет их воевать, и они выигрывают сражение за сражением. Вдруг оказывается, что сражение выигрывается деньгами. Не имея верных вассалов, тем не менее, можно сколотить армию, которая способна победить гораздо более дисциплинированную, в таком феодальном смысле, дружину. Но на этом все не заканчивается. Выясняется, что достаточно денег, чтобы содержать наемников. Весь 17 век, 16-17 век основные войны будут воинами наемников. Но в конце 17 века государство настигает финансовый кризис, оказывается, что наемники слишком дороги. Это такая версия гонки вооружений раннего нового времени. Государство обнаруживает, Людовик XIV тратит значительную часть своего государственного бюджета до 70% на армию, а этого не хватает. Все его соперники находятся примерно в том же положении. Залезают долги, они начинают грабить население, в общем, ничего хорошего из этого не получается, а все равно нужно еще больше денег. И тогда они открывают для себя неожиданную вещь. Они открывают для себя, что люди готовы сражаться и без денег, и не будучи профессиональными наемниками. Но для этого они должны верить, что в некотором роде они сражаются за себя и за свое государство, а сражаются они не за короля. История про то, что они сражаются за короля, перестает с ними срабатывать. И тогда появляются и распространяются, очевидно распространяются даже по инициативе властного центра идеи о том, что король-слуга Отечества, что все служат абстрактному государству, что именно это государство их кормит и поет, а они в ответ его защищают. И никак иначе это не может быть. Это объясняет, почему у них есть долг идти сражаться. Для того, чтобы люди в это верили, нужно, чтобы у них действительно были какие-то права. Избирательное право, социальная политика, всеобщая образовательная система они вырастают из импульсов монархов XVI и XVII веков, которым отчаянно нужно придумать, как заставить людей идти сражаться бесплатно. Другая теория, про которую я совсем, наверное, ничего не скажу, добавляет в это экономические аспекты, утверждает, что государство, кроме всего прочего, растет еще и потому, что есть спрос на его услуги гаранта частных денег. Государство возникает, частных сделок. Государство возникает, поскольку людям, вступающим в договорные отношения, нужен кто-то, кто выступит арбитром и накажет неспособного выполнить свои обязательства. Эти теории политологического или экономического происхождения отчасти отвергаются нами интуитивно, ну, во-первых, потому что большинство людей неприятная мысль о том, что наше глубокое искреннее патриотическое чувство это довольно новое изобретение. Историки или социологи любят такого рода фокусы, они говорят, вы знаете ли, слышали про любовь? Так вот, любовь это очень недавнее изобретение. Ромео любил Джульетту, а на его совершение не так, как любили бы друг у сегодняшней подростки. А за 500 лет до них вообще никому в голову не могла прийти такого рода история. И уж точно ее герои не были бы героями в смысле положительной моральной оценки. То же самое примерно с патриотизмом. С одной стороны, патриотизм, безусловно, не является доминирующей политической силой, какой он является сегодня в раннее новое время, тем более в Средневековье. С другой стороны, кажется, что у него должны быть какие-то более глубокие культурные истоки, чем сугубо экономические интересы. До сих пор у Тили, или у Гамбета, или у Норда это все выглядело как экономическое предприятие. Но, очевидно, есть что-то еще. В начале 80-х годов появилась целая группа теорий национализма. Одна из самых известных книжек Бенедикта Андерсона «Воображаемые сообщества» здесь, которая как раз пыталась объяснить, как получилось, что люди до того не воображали себя частью сообщества судьбы. Они не чувствовали, так как мы кожей чувствуем, что то, что касается каждого француза, касается всех нас. Один француз за всех и все за одного. Что новости из Франции, из Британии важнее для обитателей Прованса, чем новости из соседней Италии. То же самое будет в России любой другой современной страной. Как получилось, что люди вообще смогли придумать такую штуку? Если феодальные отношения смоделированы на семейных отношениях, а все знают, что такое семейное отношение с детства, то национальные отношения имеют гораздо более затемненную модель. Как действительно добиться того, чтобы любой англичанин знал, что его затрагивают интересы английской империи, при том, что империя это воображаемая сущность, а интересы английской империи это что-то, что происходит на другой стороне земного шара. Восстал кто-нибудь в Индии, и это задевает его интересы как англичанина. Как заставить его верить в такую вещь неочевидную? Андерсон написал культурную историю, в которой говорит, что истоками этой трансформации было несколько событий или процессов, которые произошли с XV по XVIII века. Распространение книгопечатания на национальных языках, распространение печатных масс-медиа и появление современного романа с его множественными сюжетными линиями. Это готовит людей к тому, чтобы воспринимать общество или другие группы как сообщество судьбы, как совокупности людей, которые связаны с ними какими-то незримыми, но при этом очень прочными связями. Я знаю, открывая утром газету, что тысячи людей по всему Парагваю открывают ту же самую газету и читают о тысячах других людей в том же самом Парагваю. Мы знаем из романов, нам очень легко себе представить, что судьбы всех парагвайцев неотделимы друг от друга. Я смутно знаю, что происходит со VII Ругваю. Хотя я догадываюсь, что граница между Парагваем и Ругваем могла быть когда-то проведена колонизаторами совершенно наугад пальцем, у Ругвая для меня превращается в какую-то неизвестную землю, где живут совсем другие люди, которыми я делю гораздо меньше интересов и гораздо меньше общества. Они читают другую газету. И если однажды проклятые уругвайцы посигнутся на наши исконные парагвайские земли, мы не остановимся, пока не принудим их к миру и не дойдем до самой их несчастной столицы, после чего, возможно, воссоединимся. А так, рассказывает Андерсон, появляются не только социальные структуры или какие-то экономические механизмы, которых не было прежде, но и глубокие личностные субъективные чувства, о которых люди в предыдущие века тоже не догадывались. Спасибо большое. Так, есть ли у нас вопросы из зала? Нет вопросов из зала, значит, придется работать с моими. Вы опирались на понятие нация, когда определяли государство в том числе. А можно ли дать все-таки какое-то определение нации, кроме как не опираясь на слово государство, чтобы это не было рекурсивным? Потому что оно явно не один язык, потому что Швейцария нам в пример и прочие. Ну, вопрос, я думаю, понятен. Нет, видимо, нельзя. То есть обычное, наше обычное представление заключается в том, что нации создают государство. На самом деле государство, видимо, создают нации. Государство идет в начале, а потом появляется что-то, что осознает себя как нации. Исходно мы видим королевства, вот эти вот самые на карте, и в каждом из них вызревает нация. Вначале есть Франция как французское королевство, которое мы здесь не видим, а потом люди, говорящие на десятки разных языков, большинство которых в XIX веке еще не понимают парижского диалекта, учатся понимать, что они французы, черт возьми. Для этого нужно загнать их в единую школу, создать стандартный французский язык. Слова этого французского языка, много чего нужно сделать, чтобы до них дошла эта мысль. Когда мы движемся дальше, появляется другая история. Появляются этнические группы, которым приходит в голову, что они тоже могли бы быть нацией. Но приходит это им в голову уже, когда они смотрят на состоявшиеся нации, то есть они смотрят на вот этот успешный паттерн и говорят себе, а почему бы и не мы тоже. Люди догадывались до того, что здесь важно отличать этничность и нацию. Про существование этнических границ люди, конечно, знали, про то, что в средние века и всегда знали, про то, что все говорят на разных языках, в некотором роде про то, что у всех разных этнических групп разные обычаи и традиции, этнические стереотипы и даже в некоторой степени ксенофобия присутствовала в XIX веке. Они любили собирать такие словари, в которых было написано «баварцы» все пьяницы, англичане чванливы, провансцы сластолюбцы, а славяне те вообще грязные животные. Очень много таких словарей осталось от средневеков, то есть с ксенофобией там было все в порядке. Но из этого не делался естественный для нас вывод, а можно быть людям, которые похожи друг на друга, надо жить вместе. Эта мысль была настолько уже противоестественна, я не сказал про это, как идея сегодня нам создать государство интровертов. Ну подумайте, люди делятся на интровертов и экстравертов. Если вы как я интроверты, вы знаете, что экстраверты чрезвычайно докучливые субъекты. Они все время пристают, они хотят болтать, они хотят общаться, они думают, что вы счастливы, если у вас нашлись друзья в Фейсбуке, а вы не знаете, как читать уже прежних друзей, которые нашлись в Фейсбуке. Может быть, интроверты можно создать свое государство, экстраверты свое. Говорим мы в какой-то момент и выдавая другу визы, если вдруг кто-то захочет пересечь границу. Но потом мы думаем реалистически, мы думаем, а как заниматься депортацией такого количества экстравертов, а может, они еще сами нас куда-нибудь депортируют, да и вообще говорим мы в каком-нибудь философском настроении, может быть, нам было бы и хуже друг без друга, может быть, мы как-то дополняем друг друга. А ровно такое же отношение было с Вернияком к королевству к этническим группам, про то, что они есть знали, про то, как создать государство, которое было бы моноэтнически, эта задача была абсолютно нереальной. И иногда какие-нибудь глубокие мыслители вдруг говорили себе, да это и даже хорошо, когда в одном королевстве много разных языков, это только прославляет величие монарха, а наши мысли про общее образование или общую национальную идею опять же была глубоко чужда в этой области. Итак, этничность существует, ее понимание тоже изменилось, но не так радикально, но представление о том, что этнической группы хорошо бы иметь государство, представляющее его интересы, потому что иначе государство не может объединять людей с совершенно разными ценностями, вот это, безусловно, очень новое изобретение. Вначале появляется государство, потом появляется идея государства, служащего народу, а потом люди задумываются о том, что народ должен обладать некоторым внутренним единством и гомогенностью. А как вам кажется, если попытаться спрогнозировать ситуацию, что нас скорее ждет, вот это вот дальнейшее дробление из интеграции на какие-то национальные или по интересам назовем государством, или наоборот, ну, как мы можем видеть, хотя бы вот от Грузии откалывается, частично признанное государство, или нас скорее ждет интегрированный супернат государства вроде Евросоюза, который, ну, практически конфедерацией какой-то уже является, или какой-то тренд выделить вообще невозможно, и это вот там вот прибыло, тому было. Ну, если мы посмотрим на вот эту карту, извините, я опять к ней вернусь, мы увидим, что тренд, безусловно, прослеживается. То есть примерно с этой эпохи количество государств становилось все меньше. Может быть, с 1500 года, потому что было достигнуто еще большее дробление бывшей Священной Римской империи, но дальше движение, оно в одну сторону. Крупные образования поглощают более мелкие. Более мелкие образования, даже когда они поглощаются политически, как Люксембург, все равно, ну, в общем, интегрируются с большими объединениями таким количеством разных связей, что говорить о них как действительно суверенно в государствах не приходится. И безусловным трендом XX века было укрупнение, то есть было объединение. Когда закончилась холодная война и деление на два глобальных лагеря закончилась, почти единодушным прогнозом было такое, что мы получим универсальную конфиденциальную структуру в течение десятилетий. Самое удивительное, что это не случилось. Почему это не случилось, может быть, загадкой, поскольку до того это движение к появлению все более крупных объединений было совершенно однозначным в силу достижения военных преимуществ. Не так много блоков могут соперничать друг с другом, они имеют естественную тенденцию укрепняться в смысле экономических преимуществ от общности рынка, движения рабочей силы. Но вот мы видим то, что видим, мы видим даже, что уже вроде бы возникший Евросоюз может оказаться не таким прочным, как он был, и для этого в общем нет хорошего объяснения. Но почему-то это происходит.